МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Уваровское телевидение, информационная программа «Наш город» в студии «Любовь Дьячкова». Главная тема сегодня. За помощью в решении наболевших проблем и вопросов глава Уварова Владислав Денисов и депутаты областной думы Алексей Кочетков и Сергей Нелюбов провели совместный прием жителей города. Качество работ на особом контроле. Глава Уварова Владислав Денисов и депутат областной думы Алексей Кочетков побывали на путепроводе и улице Школьной, где на данный момент ведутся ремонтные работы. Пожелания к празднику быть активными и неравнодушными. В Уварове весело отметили День детских общественных организаций. В завершении выпуска традиционная рубрика среды в рамках закона. Глава города Владислав Денисов и депутат областной думы Алексей Кочетков посетили ряд городских объектов, где на данный момент ведутся ремонтные работы. Целью объезда стал контроль за качеством выполняемых работ. С приходом тепла в Уварове начал набирать обороты процесс ремонта уличнодорожной сети. На выполнение работ городу в этом году было выделено более 20 миллионов рублей, что позволит благоустроить еще большее количество тротуаров и дорог. В частности, новые асфальтовые покрытия обретут часть улицы Депутатская от улицы 50 лет Октября до переулка Песчаной и улица Школьная, где уже полным ходом идут работы. Побывав на месте, глава города Владислав Денисов вместе с депутатом областной думы Алексеем Кочетковым лично проинспектировал соблюдение установленного графика и качества проводимых подрядчиком работ. Сегодня мы ремонтируем такие улицы, как Школьная, Депутатская. И для нас очень важно оценить качество, потому что мы понимаем, что данные работы делаются очень на долгое время. Выделено на эти цели, на ремонт тротуаров и дорог более 20 миллионов рублей. И около 5 миллионов рублей – это средство, которое будет освоено в рамках ремонта автодороги на улице Школьной и на улице Депутатской. В рамках проведения ремонтных работ проведено выравнивание дорожного плотна и укрепление основания, после чего сверху началась укладка нового асфальтового слоя. Стоит отметить, что для принятия решения, какие дороги и тротуары включить в перечень первоочередного ремонта, в Уваре практикуются общественные обсуждения. Мнение жителей в совокупности с анализом состояния дорожного плотна той или иной улицы и плотности населения позволяет проводить работы наиболее эффективно. Создать комфортные условия для пешеходов и автомобилистов позволит ремонт дорожного плотна по улице Интернациональная, который также планируется провести в этом году. Это стало возможным благодаря образовавшейся в результате торгов экономии. Проторговав тротуары и дороги с 20 миллионов, мы получили экономию около 8 миллионов рублей, что позволило нам определить еще одну дорогу, это улица Интернациональная. Уже эти средства отторгованы, уже определен подрядчик и в скором времени приступит к работам. Понимая, что это центральная улица, по ней проходит большое количество транспорта и поэтому выявлены как приоритетом для проведения соответствующих работ. Наряду с асфальтированием в этом году планируется еще провести щебенение семи участков дорог с грунтовым покрытием. Что касается пешеходных дорожек, то обновленный облик уже обрел тротуар по улице 50 лет октября. Сейчас идут работы на участке тротуара по улице Петра Ширяева в районе спуска с горы. В ходе объезда города Владислав Денисов и Алексей Кочетков также оценили качество проводимого ремонта на путепроводе, который связывает с северную и южную частью Варва, а также является транзитной дорогой в соседние районы и регионы. Учитывая значимость объекта и его предаварийное состояние, на реконструкцию моста, который проводится компанией «Мостострой», было направлено 173 миллиона рублей. На сегодняшний день ремонтной работы находится на финишной прямой. Улучшить техническое состояние конструкции путепровода и его пропускную способность позволило расширение проезжей и пешеходной части, замена и усиление опоры балок. Очень приятно видеть, что наш город поступательно развивается, делаются дорожки пешеходные. Сегодня посетили асфальтированный участок на улице Школьной. И сейчас находимся на путепроводе, который мы планируем сдать до 1 июня текущего года. По сути, здесь остались косметические работы. Это работы, связанные с асфальт-бетонным покрытием и барьерным ограждением, и, по сути, сдача работ в эксплуатацию. Отмечается, что проведенный капитальный ремонт моста позволит не только увеличить грузоподъемность и срок службы данного объекта еще на 30 лет, но и сделать его более комфортным и безопасным для проезда жителей и гостей города. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов, Виктор Викторов. НашГород. К вере согласия и примирения отпраздновали День детских общественных организаций, который отмечается 19 мая. Мероприятие объединило активистов, входящих в первичные детские организации, лицеи и кадетского корпуса. Ребят поздравили почетные гости. Глава города Владислав Денисов, председатель городского совета, депутаты областной думы и другие почетные гости. Детская общественная организация «Фортуна» существует в городе почти четверть века. В нее входит первичное объединение из лицея и кадетского корпуса. Раз в году активисты собираются все вместе на свой главный праздник. Торжественная линейка, посвященная Дню детских организаций, прошла в сквере согласия и примирения, где каждая делегация приветствовала собравшихся девизом. Наша детская организация! Радуга! Наш девиз! Мы, как радуги и святы, не разлучны никогда! Обращаясь к присутствующим, глава города Владислав Денисов пожелал всегда занимать активную жизненную позицию, неравнодушно относиться к тому, что происходит в городе, в стране. С удовольствием вспоминаю те времена, когда сам участвовал в общественных детских организациях. Называлось это пионерия. Мы так же, как и вы, кричали речевки, помогали ветеранам. Я уверен, что вы очень активно трудитесь на благо нашего города. Поэтому я вам желаю новых идей, новых побед, побольше творчества. Ну и, конечно, никогда не болеть и любить, и уважать наш город. С праздником! В адрес ребят звучали на подстве от почетных гостей. Быть и дальше такими же яркими и креативными. Добивайтесь поставленных целей. Приветствовала виновников торжества Татьяна Высочкина. Всю жизнь посвятившие воспитанию молодого поколения. Желаю вам, ребята, в этот день удачи. Видите, какое яркое солнышко. Это символ нашей детской организации. И пусть его лучи и искорки согревают вас, несут вам добро, удачу. С праздником вас! Девчонки и мальчишки из общественной организации «Фортуна» отличаются оптимизмом, задором и любознательностью. Всегда стараясь научиться чему-то новому. Вот и после официальной части команды приняли участие в захватывающем квесте, отправившись на экскурсию по проспекту детских фантазий. Здесь каждый мог проявить себя, выполняя интересные задания на танцевальных, музыкальных, игровых и арт-площадках. В завершение были подведены итоги работы первичных детских объединений города. В этом году в рамках единой программы Союза детских организаций Тамбовской области активисты реализовывали проекты, организовывали акции, участвовали в конкурсах. Самые лучшие были награждены дипломами регионального отделения российского движения школьников, почетными грамотами отдела образования администрации города и Уваровской детской общественной организации «Фортуна». В целях снижения аварийности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания отделения ГИБДД МОМВД «Уваровский» с 19 мая по 6 июня проходит профилактическая акция «Внимание, дети!» На территории обслуживания отделения ГИБДД МОМВД «Уваровский» за четыре месяца зарегистрировано одно ДТП с участием ребенка, в котором два несовершеннолетних пострадали. В целях снижения аварийности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма с 19 мая по 6 июня на автомобильных дорогах пройдет акция «Внимание, дети!» Исходя из статистических данных и многолетних наблюдений, количество автоаварий с участием школьников возрастает в конце учебного года и в период начала летних каникул. Дети спешат домой, забывая при этом о мерах безопасности на проезжей части. В проведение профилактической акции «Внимание, дети!» вовлечены заинтересованные ведомства и учреждения общественность, средства массовой информации родителей, дети и все участники дорожного движения. Именно от комплексного подхода к решению проблемы детского дорожно-транспортного травматизма зависит жизнь и здоровье самых юных пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона». Покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, при котором преступный умысел не был доведен до конца по независим, а злоумышленникам обстоятельствам. По обвинению в совершении данного преступления перед судом предстанет мужчина 1976 года рождения, который в марте текущего года вместе со своей женой переехал из Московской области в районный поселок Инжавина для трудоустройства. Но уже спустя несколько дней его супруга передумала и решила вернуться обратно в Московскую область, о чем сообщила мужу. В результате между супружеской парой произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина сообщил своей второй половине, что может ее убить. Но женщина не восприняла данные слова всерьез. Как оказалось, зря. После ссоры у мужчины на почве ревности возник умысел, направленный на убийство своей жены. Для реализации своего преступного умысла мужчина взял в руку имевшийся у него нож, после чего 22 марта около двух часов ночи подошел к спавшей в комнате своей супруге и умышленно со значительной силой нанес последний ножом удар в жизни на важную часть тела брюшную полость. Починив своей супруге проникающее колторезное ранение брюшной полости, квалифицирующей как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Проснувшись от боли супруге удалось по телефону позвонить проживающим по соседству своему знакомому, который прибыл сразу же к ней в квартиру, вызвал скорую медицинскую помощь, госпитализирующую ее в Токбуз Инжанинской ЦРБ, а затем в Токбуз Уваровской ЦРБ. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи гибель женщины удалось предотвратить, в связи с чем мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца по независимым от него причинам. По данному факту Уваровским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в совершении данного преступления задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «В рамках закона». На сегодня это вся информация. Не забывайте, что наши лучшие сюжеты вы всегда сможете посмотреть на нашем сайте. А интересные темы предложить по телефону редакции 4-61-10. До встречи на канале Уваровское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин